Посох Митрополита Петра Патриарх Алексий II попросили в музее Московского Кремля на время интернизации, на время богослужения этот посох из фондов оружейной палаты передать, чтобы интернизация происходила в ситуации, когда патриарх новоизбранный держал бы, опирался бы на посох Митрополита Петра. Такое разрешение было получено, это было беспрецедентное совершенно событие, ну перестройка, уже другая эпоха, новые времена. И вот с тех пор эта традиция так и закрепилась. Святейший Патриарх Кирилл на церемонии интернизации 1 февраля 2009 года тоже держал в руках эту реликвию, символ преемственности пересветителей московских. И божественную благодатью и человеколюбие всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Первый московский святой, митрополит Петр и сам был настоящей опорой для русской церкви и для всей страны. Ведь в эпоху татаро-монгольского ига именно благодаря святителю Петру и его последователю, митрополиту Алексию, древняя Москва стала столицей. А Русь смогла сосредоточиться вокруг нее и в конце концов завоевать свободу. Отче наш Петре, тебе смиренно припадай, мы молимся. Христос, не стих, не кронтана, тутана, тон патисас, кетис-эндисмимасисоим, а рисаменос. Начало 14 века – черная полоса в жизни страны. После монгольского нашествия русские земли оказались под игом Золотой Орды, города и села платили завоевателям огромную дань. Русские князья соперничали за власть в междоусобных войнах, и только русская церковь сохраняла единство. Именно в это тяжелое время ее возглавил митрополит Петр. Уроженец Волыни, он еще в юности стал иконописцем, потом монахом, а позже и сам основал обитель на реке Рати в Галиции. Очень разносторонний человек, книжник, гимнограф, иконописец – тоже характерно для той эпохи. Ну вот ренессанса русской истории не было, но мы обычно в таких случаях говорим ренессансная личность. Да, вот митрополит Петр – это вполне ренессансная личность, но в русском контексте. В 1308 году в Константинополе патриарх Афанасий рукоположил Петра в сан-метрополита Киевского и всея Руси. И вручил ему тот самый архиерейский посох. Из Царьграда Петр сразу же отправился в Орду, чтобы получить подтверждение своих полномочий от хана. Такой был регламент. Митрополит русской церкви – влиятельная фигура в геополитике XIV века. Назначается патриархом константинопольским и подчиняется ему. С другой стороны, русские земли находятся под владычеством Орды. Так что от хана зависит, какие полномочия будут у митрополита в его епархии, будет ли церковь платить дань. И с третьей стороны есть великий князь Владимирский, который владеет ярлыком на управление северо-восточной Руссией. Он – исполнительная власть на тех территориях, которые окорбляются митрополитом. Притом глава русской церкви именуется митрополитом Киевским, хотя фактически кафедра уже переехала из Киева во Владимир. Когда в Орде сменится власть и ханом впервые станет мусульманин – узбек, он даст митрополиту Петру новый ярлык, подтвердив его статус и даже наделив русское духовенство новыми льготами. И вот когда общение митрополита Петра с узбеком состоялось, узбек был поражен его глубокой верой, его глубокой порядочностью. Он его сразу отпускает и дает еще новую грамоту, которая выводилась под юрисдикцией светской власти, а это тверские князья, всех лиц, которые в той или иной степени были подчинены власти московского митрополита. Сложнее было налаживать контакты со своими же, русскими князьями. В то время каждый из них отстаивал собственные, местечковые интересы. И князья друг друга подсиживали, они друг на друга клеветали. И вот митрополит Петр должен был искать некую равнодействующую между этими силами, должен был проявлять некие качества канатоходца. Эта ситуация, конечно, для него была очень непростая. Но на этом канате он удерживался. Два главных политических тяжеловеса эпохи. Князья Михаил Тверской и Юрий Московский. Тверь в то время крупнейшее княжество Северо-Восточной Руси. У князя Михаила Тверского ярлык на великое княжение. То есть удостоверение главного управляющего русскими землями. В начале 14 века противостояние Москвы и Твери вообще политическая интрига номер один. Тверь находится на очень выгодной стратегической точке, на торговом пути вдали от границ. При этом ее князья родовите московских, а ее войска сильнее. Тверь стоит на Волге. Главное – речная артерия и транспортная, и торговая. А Москва стоит, конечно, тоже на реках, но эти реки, тогда их даже было три, потом Неглинку в трубу заключили. А тогда были три реки, Москва-река, Яуза и Неглинная. Но они ни в какое сравнение не идут, разумеется, с Волгой. Поэтому это был скорее минус и хозяйственный, и политический для Москвы. А что касается политического потенциала, то изначально у Твери он был больше. В Твери было развито летописание, а в Москве еще нет. Тверь была крупным центром княжности, а Москва еще нет. Но при всех плюсах геополитического положения Твери, союза с духовной властью у этого княжества не сложилось. Твери изначально поставила себя в враждебные отношения к митрополиту Петру. А тот еще до поры до времени не выбрал сторону. Он жил во Владимире, он ездил по всей Руси, он стремился быть духовным отцом всех своих русских потенок. Но получилось так, что Твери сама оттолкнула владыку от себя. Москва в начале 14 века – быстро растущий город. Он тоже удачно расположен на пересечении торговых путей Речного от Волги к Новгороду и Сухопутного с севера на юг. Сам город находился на Боровицком холме у слияния рек Москвы и Неглинной. Устье располагалось примерно там, где сегодня стоит водовзводная башня Кремля. Кремль тогда был деревянным, и почти вся Москва помещалась за его стенами. В первой четверти 14 века Москва уже была довольно крупным городом. Она уступала, пожалуй, Новгороду, может быть, Твери и Нижнему Новгороду, но входила в первые пять самых крупных городов. Мы не можем точно сказать о численности населения, но несколько десятков тысяч там жило людей. В Москве, как более слабому сопернику в борьбе с Тверью, была нужна мощная поддержка. И такой поддержкой стал митрополит Петр. Московские князья Юрий, а потом и Иван Калита сделали все, чтобы наладить отношения с главой русской церкви. Объезжая свою митрополию, Петр стал все чаще останавливаться в Москве. В Москве его встречали радушно, в Москве ему построили в Кремле митрополитический двор. Он стал подолгу там жить, он стал совершать хератонии новых епископов русской церкви, как мы знаем из летописей. То есть Москва постепенно стала для него второй фактически резиденцией, подобно Владимиру. И к этому Русь стала привыкать. Пересечение Бульварного кольца и Петровки – один из семи холмов Москвы. Тогда подмосковное село Высокое. Здесь, на возвышенном берегу реки Неглинной, в лесочке, митрополит Петр решил основать уединенную обитель. На этом месте он возвел деревянный храм в честь святых апостолов Петра и Павла. И монастырь получил название Петропавловского. Он был молитвенник, аскет, и он любился еще и уединяться, молиться. Река Неглинная напоминала ему его первую обитель на реке Рата, где он сначала жил как отшельник, а потом вокруг него собралась обитель, и он стал игуменом. Митрополит Петр здесь часто бывал, и его здесь навещал в том числе великий князь Иван Калитар. И со временем здесь построили дорогу, которая от Кремля напрямую шла к этой обители, на месте которой сейчас улица Петровка. Потом, после канонизации основателя, и этот храм, и саму обитель переосветили уже в честь самого Петра Московского, митрополита Киевского и всей Руси. А еще позже перестроили в камни. Так что и Высокопетровский монастырь, и сама улица Петровка носят его имя. Имя первого святого города Москвы. Наконец, в 1325 году, святитель Петр окончательно переехал в Москву. А вместе с ним и митрополитчий кафедра. И именно это положило начало блестящему будущему города. Этот перенос митрополитчий кафедры был событием неординарным. Свидетельствовавшим о большой смелости митрополита Петра, потому что, ну, все равно, что сейчас бы патриарший престол московский, перенесли бы куда-нибудь, ну, я не знаю, в Вышний Волочок, в Нижний Тагил. Столица тогда находилась в древнем городе Владимире. И главным храмом в Сияруси, соответственно, был Владимирский Успенский собор. Митрополит Петр предложил князю Ивану Кулите построить свой Успенский собор здесь, в московском Кремле. В 1326 году здесь, на этом месте, начали возводить скромный одноглавый храм. Но именно он сделал провинциальную Москву наследницей великого города Владимира. Буквально через два года после закладки собора московский князь получил от монгольского хана ярлык на великое княжение. И Москва стала русской столицей. Самое главное, что Петр совершил для возвышения Москвы, это то, что он завещал похоронить себя в Москве, в том Успенском соборе, который он заложил буквально накануне своей кончины. Причем собор заложили в конце лета, когда, казалось бы, уже было бессмысленно начинать строительство. Но Петр чувствовал, что он скоро уйдет, и торопил по этому Ивану Кулиту, нашел полное взаимопонимание у князя. И вот был заложен Успенский собор, который стоял на месте нынешнего феоровантьевого собора, и где Петр своими руками устроил себе гробницу в алтарной части. И именно там он был похоронен, когда он скончался буквально через несколько месяцев после закладки собора. Всего несколько дней спустя после похорон святителя начали записывать чудеса, происходившие у его гробницы. В литовской хрониках так называемый супрасальский список не иначе, как святым митрополита Петра Московского и чудотворцем, кстати говоря, не именует. Более того, мы еще в литовских хрониках находим и указания на чудеса, которые свершались над его могилой. Поэтому, когда сами политические противники говорят о митрополите Петре как о святом, как о чудотворце, как о человеке, который посвятил себя служению Богу, это, безусловно, говорит нам о том, что то, что мы с вами находим в житии митрополита Петра, это не выдумка придворных летописцев, составляющих житийный свод, а это правда. Как говорит предание, тот же князь Иван Калита, соратник митрополита Петра, еще в юношестве стал крестным маленького боярина Елеферия Беконта, будущего святителя Алексея. Богоявленский мужской монастырь – один из самых древних в Москве. Раньше него появился только Даниловский. Именно здесь 20-летний юноша Елеферий из знатного рода московских бояр по фамилии Беконт отказался от всех блестящих перспектив и принял монашеский постриг с именем Алексей. Следующие 20 лет своей жизни будущий святитель проведет в этой обители простым чернецом. Будет петь на клиросе вместе со Стефаном, братом преподобного Сергия Роднишского. В 40 лет доброго инока со стажем тогдашний митрополит Феогност привлек к управлению русской церковью. А еще через десяток лет назначил своим преемником. Конечно, выделялся среди других монахов и образованностью, и грамотностью. И как мы впоследствии увидим, у него был очень широкий государственный и политический кругозор. Так что приблизил его Феогност, конечно, и за его личные качества, и за его высокую монашескую жизнь, за монашеские добродетели. Он знал греческий язык, например, в совершенстве, и переписывался с греческими иерархами, и переводил и правил богослужебные тексты, написанные по-гречески. Вот, видимо, митрополит тогдашний обратил внимание на Алексея как возможного преемника. И он даже и назначен был фактически заместителем при живом еще митрополите, фактически он был исполняющим обязанности, как мы сейчас говорим. В 1353 году Алексей отправился в Константинополь единственным кандидатом в русские митрополиты. И целый год провел там, ожидая, когда патриарх утвердит его в этом сане. Потом Алексею еще не раз придется бывать с дипломатическими визитами в Византии, решать спорные вопросы с другими митрополитами, урегулировать конфликты. По преданию, однажды очередные политические переговоры в Царьграде, которые и так проходили небезоблачно, чуть не закончились настоящей катастрофой. По дороге из Константинополя в Москву корабль святителя попал в страшный шторм. На борту была икона спаса нерукотворного, и, молясь перед ней, святитель дал клятву. Если он спасется, то построит храм во имя этого образа. Благополучно вернувшись в Москву, Алексей выбрал место на берегу реки Яузе и попросил преподобного Сергия Радонежского прислать в Москву его любимого ученика Андроника для создания новой обители. В стенах монастыря построили церковь спаса нерукотворного образа в исполнении обета. Потом на ее месте появился этот белокаменный собор. А сам монастырь с тех пор так и называют Спаса Андрониковым по имени главного храма и первого настоятеля. Святитель Алексей еще при жизни прославился как чудотворец. Через три года после его назначения митрополитом, хан Дженебек попросил Москву прислать в Орду служителя Божия, который, если что попросит от Бога, то Бог его в том послушает. Имелся в виду святитель Алексей. «Если его молитвами исцелится моя мать, будете иметь мир со мной. Если не отпустите его, пойду воевать на вашу землю», – писал хан. Потому что слухами земля полнится. Потому что было известно, что его почитают митрополиты Алексея не только как книжника, не только как энциклопедиста, не только как очень мудрого иерарха, и церковного управленца, и проповедника, и молитвенника, но еще и как чудотворца, по молитвам которого происходят некие удивительные события. И сведения об этих событиях, об исцелениях, передавались из уст в уста, и дошли они до… говорят, что язык до Киева доведет. В данном случае язык довел до Орды. И Ордынский хан решил пригласить, попытать счастье, пригласить митрополита Алексея, потому что никто не мог помочь ханше. Как рассказывает летопись, перед опасным путешествием в Орду митрополит Алексей отслужил молебен в Успенском соборе Кремля. И во время этого молебна на глазах у всех сама загорелась свеча у гробницы первого московского митрополита Петра. Святитель Алексей разделил эту свечу, раздал народу в знак благословения, а остаток взял с собой, в Орду. Там, в ханском дворце, он снова зажег ее, помолился, окропил царицу Тайдулу святой водой, и она исцелилась. В память о чудесном исцелении ханшей Тайдулы митрополит Алексей основал в Кремле чудов монастырь, где завещал себя похоронить. В 30-е годы 20-го века большевики взорвали обитель, чтобы построить еще один административный корпус в Кремле. В 2016-м здание, в свою очередь, снесли. Теперь на этом месте ведутся археологические работы, и часть фундаментов того самого чудового монастыря уже открыты. В служении на московской кафедре митрополиту Алексию довелось стать не только чудотворцем, но и царедворцем, исполняющим обязанности верховного правителя страны. После смерти великого князя Ивана Красного именно святитель Алексий был назначен регентом при 9-летнем княжиче Дмитрии, будущем Дмитрием Донском. То есть глава русской церкви фактически стал и главой тогдашней Кремлевской администрации. Почему именно он возглавил правительство? Ну, для того, чтобы его возглавлять, у него хватало политического опыта предков. И вместе с тем он был главой церкви, то есть представителем высшей духовной власти на Руси. Но это же уникальный случай? Случай редкий, но, в принципе, поскольку он не сам вмешивался во все дела, а вокруг него существовала коалиция из мощных боярских родов Москвы, то это было возможно. Ну, во-первых, его отец Иван Красный в своей духовной назначил Алексея опекуном Дмитрия. Алексей вынужден был в любом случае принять это бремя на себя, хотя бы потому, что такова была последняя воля великого князя умершего. Но, безусловно, Алексей еще и был человеком, который очень тонко понимал московский политический курс. Во многом его, в общем-то, и формировал, поскольку он сам происходил из московского боярства. И когда Нижегородско-Суздальский князь Дмитрий Константинович, воспользовавшись малолетством Дмитрия Московского, завладел ярлыком на Великое княжение на Руси, святитель Алексей сумел провести успешные переговоры в Орде и вернуть этот ярлык родной Москве. Митрополит Алексей с боярами ездил в Орду, устраивал дела Москвы и таким образом, в общем-то, сохранил преобладание Москвы в центре Северо-Восточной Руси. Впоследствии ярлык на Великое княжение в Москву вернется, он будет принадлежать Дмитрию Ивановичу, уже подросшему. Дальнейшую историю страны определила и монастырская реформа, которую митрополит Алексей провел по всей Северо-Восточной Руси. Образцом для подражания, флагманским проектом этой реформы стал Троица-Сергиев монастырь на Маковце, будущая Лавра. Здесь преподобный Сергий Радонежский первым установил новый порядок для иноков – общежитие. Произошла своего рода коллективизация. Отныне монахи отказывались от всякого имущества, чтобы вести общее хозяйство. Строгий отказ от материальных благ. Строгий отказ от того, что боярин в миру, приняв постриг, также в монастыре живет как боярин, как богатый человек. То есть вот монашеская дисциплина, монашеское самоотвержение – это то, что связывается и народом, и исторической традицией именно с Сергием Радонежским. Целая сеть обителей была основана учениками преподобного Сергия Радонежского и организована по его уставу. Преподобный Сергий мог экспериментировать сколько угодно в своем монастыре. И то, даже и на это он должен был иметь архиерейское благословение. Но уж распространять свой опыт вширь, конечно, он без ведома церковной власти, которую олицетворял митрополит Алексий, просто не имел права. Это было бы каноническим преступлением с его стороны. Поэтому на каждое подобное действие по распространению общежительного устава преподобный Сергий должен был получать каждый раз отдельное особое благословение митрополита. И он эти благословения получал. По замыслу митрополита Алексия, монастыри по всей Руси стали своего рода островками благочестия и безопасности, которые способствовали и распространению христианства, и единству русских земель. Здесь, на Остоженке, тогда были земли, принадлежавшие святителю Алексию по праву митрополита Московского. Он отдал их под первый женский монастырь в новой столице. Построить такой обитель просили его сестры Ильяне и Евпраксия. Место было очень тихое, уединенное. И в случае нашествия врага всегда можно было найти защиту у князей. Место это называлось Слаженец или Остожья, потому что земля здесь была покрыта травой, луга здесь была, и здесь косили траву, складывали стога, и оттуда название Слаженец, Остожья, а теперь Остоженка. Святитель Алексей благословил из тех монастырей, которые были в то время, выбрать 30 лучших монахинь и их сюда перевезти. И поэтому сразу был такой какой-то костяк, как бы из лучших монахинь тех монастырей взят. Женское монашество святитель тоже подверг реформам. До тех пор женские обители зависели от мужских. А теперь по новому уставу митрополита Алексея они обрели самостоятельность. Так что возглавив Зайчатевский монастырь, сестра святителя Ильяне стала первой независимой игуменей на Руси. И здесь был сразу создан именно общежительный монастырь, где все было общее. Было общее духовное руководство, то есть матушка Ильяне, она стала духовной матерью для всех сестер. А святитель Алексей ее во всем наставлял, ее укреплял и помогал. Все правила благочестивой жизни, монашеской жизни, которые здесь были заведены, они потом стали образцом для всех последующих женских монастырей, которые впоследствии основывались и в Москве, и в Окраине, и потом распространялись по всей Средней Песне. Он был главой русской церкви долгие 24 года и, почувствовав приближение кончины, выбрал того, кому хотел бы передать дела – верного единомышленника, преподобного Сергия Радонежского. Но операция «Приемник» не удалась. Игумен Сергий наотрез отказался от высокого сана. Житие приводит его ответ, почтительный, но решительный. Он говорит митрополиту, что он с детства не носил злато, имея в виду епископскую панагию, да, митрополичию, знаки отличия, митру, митрополичию. И тем более к старости он не собирается привыкать это злато носить. Ну, такой немножко даже дерзкий, может быть, ответ. Сразу же после кончины в 1378 году святитель Алексий стал почитаться в народе как заступник Москвы от вражеских нашествий. И неудивительно, ведь он посвятил всю свою жизнь укреплению Москвы. И в политическом, и в духовном плане, и даже в градостроительном. Ведь митрополит был одним из инициаторов строительства белокаменного Кремля вместо деревянного. И вот когда Кремль в 1366 году был закончен, и литовцы дважды пытались в 1666-68 году захватить Кремль, придя с большим войском, и у них не получилось овладеть Московским Кремлем, стало ясно, что Пальма политического первенства, а значит и духовного первенства, уже стала переходить от Литвы, от Польши к Москве. В исторической перспективе еще одним итогом жизни святителя Алексея стало событие, которое произошло уже после его смерти – Куликовская битва. Именно благодаря его духовному руководству стало возможно и появление нового лидера Дмитрия Донского, и объединение всех русских сил для борьбы с ордынцами и долгожданное освобождение Руси. Субтитры создавал DimaTorzok